Слава Богу, дорогие друзья! Бог даровал нам снова возможность быть вместе здесь в общении, в общении с Его Духом. Я надеюсь, что для нас это самое ценное здесь, это общение с Господом, общение в Его присутствии. Не то даже, что мы видели лицо друг друга, не то, что мы могли спросить друг у друга, как дела, а то, что мы сегодня имеем возможность общаться с Богом. Знаете, я сегодня хотел бы просто поделиться словом. И чем дольше я живу, тем больше я понимаю, что цель слова не в том, чтобы проповедник высказался, то, что он подготовил, какие-то правильные вещи сказал. Все, что было связано доктринально правильно, цель не в этом. Цель в том, чтобы слово Божье, которое Господь приготовил, достигло сердец и напитало сердца, напитало, утвердило. Мне на сегодняшний день, когда я размышляю о проповедниках, о проповедях, я думаю, что я меньше всего хотел бы слышать слово человеческое. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы говорил ко мне просто человек. Я хочу слышать, что говорит он. Тогда, когда я не слышу в своей жизни, когда я в своей бытовой суете, я не замечаю тех вещей, которые Бог говорит в мою жизнь, мне больше всего хочется слушать то, что говорит он, чтобы не ошибиться. И меньше всего мне хочется слышать то, что говорит человек. Конечно, для проповедников это может быть каким-то определенным, таким неприятным моментом. Но, знаете, когда вас ложат в больницу, например, на операцию, и к вам подходит хирург молодой, со скальпелем в руках и говорит, «Ну, я искренне попробую. Я от всего сердца хочу, чтобы ты выжил». Но эта операция очень такая, она вообще простая считается, но я ее делаю в первый раз. Я разрежу, там посмотрю, я что-то узнаю из того, что я читал. И вот я видел, как сшивает, я попробую тебя сшить, я очень хочу, чтобы ты выжил, искренне. Что вы будете чувствовать перед тем, как вам дадут наркоз? Страх. Потому что вы в руках человека, который не уверен в своих действиях. И потому я понимаю ответственность, которая лежит передо мной лично, что я как человек еще достаточно, скажем, молодой для проповедника, я понимаю ответственность, что я не хочу вот так вот экспериментировать в церкви. Я хочу понимать, говорить то, что говорит Господь к своему народу. Тема, которую я хочу коснуться сегодня, и возможно мы ее не завершим сегодня, а продолжим в один из следующих наших служений, будет называться «Домостроительство Божие». Цель, которую я преследую этой темой, я хочу, чтобы мы очень четко для себя понимали всю сущность, которую мы видим в Писании, Божьего домостроительства, Божьего домоустройства. Три важнейших аспекта, которые я выделил, и которые я хочу в протяжении этой темы коснуться, это, во-первых, призвание каждого человека в отдельности. Но мы не будем говорить о призвании как таковом, где-то однажды мы уже касались этой темы, если вам не лень, вы можете найти в интернете, или в нашем подкасте, или в группе ВКонтакте. На Ютюбе у нас есть много ресурсов, которые вы можете освежить в памяти темы о призвании. И если даст Бог, еще когда-то будем касаться именно конкретно призваний, но в теме домостроительства призвание будет рассматриваться в контексте призвания человека как части церкви, как члена церкви. Дальше второй аспект в этой теме – это тело церкви как таковое, как в совокупностях призваний человеческих, судеб, отношений, личностей, роль тела. И опять же мы будем касаться не с позиции устройства тела, что члены в теле и так далее. Мы будем касаться больше с позиции взаимоотношений внутренних. И вообще я хочу здесь сказать, как раньше говорили часто проповедники, пусть будет так, как дух поведет, как Бог положит на сердце. Не просто, что есть план, запланирована вся структура, и я в соответствии с этим планом буду говорить. И третий аспект, который мы, возможно, коснемся уже не на этом служении, это будет водительство Духа Святого, водительство Святым Духом тела, церкви и персонально каждого человека. Вот это, на мой взгляд, очень важная тема, я хочу ее коснуться, может быть, в отдельном собрании нашем. Мы сегодня, я думаю, что... Я не хочу просто, чтобы это было долго сегодня, лучше мы оставим время еще в конце для молитвы, для поклонения. Вот. Итак, первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих, это такой вводный стих, от которого мы будем отталкиваться в дальнейших наших потом рассуждениях или от этой главы. Но я хочу, чтобы нам его высветили. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей Таин Божьих. Конечно, апостол Павел это говорит о тех... Он говорит, я сразу оговорюсь, в контексте 3 главы, где он говорит, мы будем сегодня читать Аполлос, когда были споры, Аполлосов, Кифин и так далее. Он говорит о себе, о своих собратьях, соработниках. Но я думаю, что мы не сделаем ошибки, если мы распространим это место Священного Писания на каждого из нас. Когда мы предстоим как люди, как человеки в церкви, как единицы, не знаю, как правильно сказать, корректно, чтобы это звучало так, ну, правильно, красиво. Когда мы предстоим перед Богом, друг перед другом, я думаю, что очень важно и очень корректно было бы сказать, каждый должен разуметь нас как кого? Как служителей Христовых и домостроителей Таин Божьих. На мой взгляд, это очень важный момент. Вот эта тема сегодня домостроительства Божья. Слово домостроительство, оно, в принципе, для нас непонятное слово. Не надо греческие переводы, где слово домостроительство, или кому-то надо. Там какой номер стронга у него, что Павел имел в виду, а как он там расшифровывается. Слово домостроительство вполне однозначно. Это строение жилища человеком. Домостроительство. Но здесь этот термин, он применителен, апостол употребляет его применительно к Церкви Божьей, или даже он говорит здесь Таин Божьих, Таин домостроителей, Таин Божьих. То есть людей, которые, устрояя некое жилище, ну, здесь речь не идет о самом жилище, но именно о строении. И эти строения не просто представляют собой что-то такое, структуру, не просто представляют собой организацию, не просто даже представляют собой организм как тело, но говорит тайны Божьи. То есть есть определенное... Я не хочу сейчас развивать некое учение о таинствах, я хочу, чтобы вы понимали, но очень часто, когда проповедники выходят за кафедру, говорят, а в теле Христовом все просто. Смотрите, есть руководство, есть структура, есть отношения, надо главное друг друга любить, надо служить, все просто. Но если все так просто, почему в жизни все так сложно? И когда мы рассуждаем о теле Церкви, мы должны понимать, что мы, служители Христовы, призванные быть домостроителями тайн Божьих. Тайну можно узнать у кого? У кого можно узнать тайну? Хороший, правильный ответ. Вы как в воскресной школе. Все правильно сразу отвечаете. Я промежуточное звено добавлю сюда. Тайну можно узнать у того, кто знает ее. Секрет, если я вам скажу, знаете, братья и сестры, по секрету хочу вам сказать, что я ел сегодня на завтрак. Кто может догадаться, что я ел сегодня на завтрак? Тот, кто ел со мной, да. Варианты вы можете попробовать еще угадать, но с вероятностью 100%. Я скажу, что вы не угадаете. А почему? А потому что есть тайна. Я сегодня не завтракал. И я знаю только я ее. И когда я задам вопрос, что я ел на завтрак, вы можете гадать сколько угодно. Вы не угадаете, что я ел. Потому что тайна, секрет заключается в том, что я не ел. И узнать эту тайну можно только пребывая со мной в общении. И потому, когда речь идет о домостроителе, тайн божьих, вот он здесь говорит, каждый должен разуметь нас как служителей христовых. Не просто, знаете, слово служителей христовых. Мы вкладываем определенное понятие, когда мы говорим, вот есть у нас целое как бы структурное подразделение служителей. Да, там пастырь, дьяконы, или там братья, которые руководят, там в совете участвуют и так далее. Речь не об этом здесь идет. Мы служители христовы, не потому что нас назначили люди, не потому что мы имеем какие-то делегированные полномочия от каких-то советов, мы поставлены и так далее. Мы служители христовы, потому что мы приняли от него это призвание. Служить. Когда мы приняли призвание от него служить, вы, может быть, кто-то вам скажет, кто тебя поставил на это дело? Да никто не поставлял. Я принял, когда пришел ко Христу, я принял право, я принял привилегию, принял призвание служить свидетельством своим, другим людям. И потому я разумею, и каждый должен разуметь меня как служителя Христова и домостроителя Божьих тайн. И вот здесь слово «тайн», я еще раз подчеркну, это домостроительство тех вещей, которые исходят от самого Бога, которые можно узнать только сблизившись с Ним, соприкоснувшись с Ним, приблизившись духом своим к Нему. Этого не знаешь из структуры, этого не узнаешь из правил, из постановлений. Это отношение, это близость. Итак, это было определенное такое введение, и мы сейчас начнем говорить о призвании. Вообще, Божье призвание для каждого человека уникально. Я хочу подчеркнуть это, подчеркнуть это много раз и многократно. Божье призвание для каждого человека персонально, независимо. Меня даже не интересует ваш социальный статус сейчас, не интересует ваше прошлое, не интересует ваше настоящее, в каком грехе вы на сегодняшний день живете. В отношении к призванию. Мне это неинтересно. Мне интересно то, что вы уникальны, уникальны в своем призвании. Это то же самое, я хочу грубый пример, очень грубый такой, простите меня, но представьте, что вы коллекционер раритетных автомобилей. И вы приезжаете покупать очень какой-нибудь раритетный, старенький, там, я не знаю, Астон Мартин 1800 какого-то года, и хозяин, который вам его продает, о чем беспокоится? Он беспокоится о том, понравится ли вам состояние. Там ржавчинка появилась, тут плохо заводится, тут обшивочка потерлась, потрескалась, стекло тут заднее лопнуто, зеркало там открутилось. И хозяин, он суетится о том, что вам не понравится состояние. Но вы, коллекционер раритетных авто, знаете, что эта машина осталась единственной в мире. И вот скажите, придя к этому владельцу, будете ли вы акцентировать свое внимание на том, что стекло треснуло, обшивочка потерлась? У вас шанс, наконец-то, приобрести этот последний, единственный в мире Астон Мартин. Вы понимаете, что обшивочка, хозяин бегает и думает, ой, а здесь проблемка, здесь проблемка. Вас это не интересует. Вас интересует само то, как называется, то есть это сама сущность этого автомобиля. Кем, когда и где, и для чего он был выпущен. И что он остался единственной такой. И вот представьте, когда мы, как люди, воспринимаем свое призвание с позиции, что, ну, таких, как я, у Бога море, таких, как я, у Бога тысячи, сотни, десятки тысяч. Мы верим в эту ложь и загоняем себя в самоуничижение, понимая, что мы при этом для Бога не имеем никакого значения. Но когда он смотрит, я могу вам пару мест прочитать, даже, впрочем, сразу могу вам показать Псалом 8. Насколько ценно, вообще, насколько уникально призвание Божие. Псалом 8, мы его весь прочитаем, он достаточно короткий, с первого стиха. Ну, первый, в принципе, нам особо ничего такого ценного не даст. Ну, так как он первый. Начальнику хора на гевском орудии, Псалом Давида. Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Вот здесь на секунду остановлюсь. Смотрите, какое дивное сопоставление, соразмерность. Говорит, из уст младенцев и грудных детей. Из уст тех, кто ничего не может сделать с врагом. Младенцы и грудные дети. Подчеркнуто, грудные дети. Если младенцы еще можно сказать, так он бегает у тебя уже, может и меч ненароком взять. Грудных детей, которые даже еще не ходят, не говорят и не могут принимать решение. Ты устроил хвалу ради врагов Твоих. То есть настолько Ты... Вот дальше просто поймем, что речь идет вообще о человеке. Что все враги Божьи, все, что противилось Богу здесь, противится на этой земле. Мы говорим о духовном мире, о духовном демоническом мире, чтобы сделать безмолвным. И дальше, смотрите, читаем. «Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на Луну, звезды, которые Ты поставил». Я хочу, чтобы Вы не просто проскочили, пробежали глазами, а просто представили себе небеса, Луну, звезды, бесконечность и величие космоса, насколько мы, конечно, это можем представить. Представили себе, да? Что мы находимся где-то вот на окраине этой вселенной, и там еще такие расстояния, которые нам и не снились, которые мы даже не можем преодолеть. И пятый стих говорит нам, а то, что есть человек? Что есть человек? Я хочу, чтобы Вы задали себе вопрос. Вот мы сейчас, что есть, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, пусть этот пятый стих будет. Кто может сказать примерно, кто помнит, может, сколько в Беларуси погибло людей во время Второй мировой войны? Приблизительную цифру. Историки есть, нет? Ладно, во всей Второй мировой войне. 26 миллионов 800 тысяч. Во всей Второй мировой, да? Со стороны Советского Союза. Со стороны Советского Союза. 26 миллионов. Я один человек. Вот Вы смотрите на меня. Один. Сколько на сцене уместилось бы человек? Дальше Вы понимаете аналогию, да? Ну, пусть там, ну, человек 30-40, да? Так вот, 26 миллионов. Сколько таких сцен просто умерли в период, в период, там, 4-5 лет? В период просто по воле, не знаю, случаев и так далее, и так далее. 26 миллионов. Казалось бы, как говорили когда-то атеисты, коммунисты, это человеческий материал, биоматериал, биомасса. Идеологи, демоническим духом напоенные, говорили, что это биомасса. Почему? Потому что, высветите нам предыдущие, где из уст младенцев, грудных детей. Ты устроил хвалу. Уста человека могут возвещать хвалу Богу. Поэтому враг и мститель ненавидит человека. 26 миллионов были уничтожены, потому что враг и мститель знал, что каждый из них уникален. Каждый из них, каждый ребенок убитый, каждый человек сожженный где-то в концлагерях, умерший в гетто, каждый из них был уникален тем, что враг и мститель не мог сделать, воздать Богу хвалу, прославить Бога, реализовать призвание свое, которое Бог вложил в него. И вот тогда мы читаем, смотрите, пятый стих. Четвертый нам говорит, как величественная луна, звезды и так далее. Пятый, смотрите. Пятый. Что есть человек, что ты помнишь его? На самом деле, псалмопеец задает вопрос, что такое человек, если в такой период 26 миллионов умерло, так что такое один человек, что ты помнишь его? Песчинка, меньше песчинки в космосе. И сын человеческий, что ты посещаешь его. Дальше шестой стих говорит. Немного ты умолил его предангелами, славой, честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его. И овец, и волов, и всех полевых зверей и так далее. В общем, и птиц небесных, то есть все вот заканчивается. Господи Боже наш, как величество имя Твое. Смотрите, я хочу вернуть вот этот стих, где все положил под ноги его, все положил под ноги его. Бог поставил человека венцом, высветил нам этот стих, где все положил под ноги. Бог поставил человека венцом творения своего. И там, конечно, говорится, немного умолил его перед ангелами, но сейчас суть не об этом. Смотрите, все положил под ноги его, поставил владыкой над делами рук твоих. Человек призван Богом. Конечно, как бы это банально в свете сегодня многих проповедей, о владычестве, о призвании и так далее. Но человек призван владычествовать, то есть иметь власть хотя бы над своей жизнью. Хотя бы над своей жизнью. Я сегодня хочу вам показать, что в вашей жизни не происходит цепочка случайных, бессмысленных событий. Ваша жизнь подчинена определенным духовным законам. Моя жизнь проистекает из определенных поведения моего, моих духовных поступков, принципов, действий и так далее. Почему? Потому что Бог имеет ко мне непосредственный прямой вопрос. Кто ты? Что ты можешь? Что ты должен? Кем ты призван? Призвание уникально в том, что я как человек, я как Божье творение. Сотворен Богом неповторимым. Я не буду сейчас вдаваться в эти вопросы отпечатки пальцев, сходятся, не сходятся, сетчатка глаза, ДНК и так далее, так далее. Это все вещи, которые показывает нам, доказывает наука. Но мы понимаем, что у каждого из нас есть свое «я». Мы не являемся неким таким коллективным. На 10 человек у нас одно сознание, одна воля, одни эмоции и так далее. Кстати, кто стремится сделать человека таким? Вспомните Советский Союз, идеологию. Все должны быть одинаковые, ровненькие. Почему? Потому что так можно управлять. Управлять человеком, которым кроме Бога никто, по идее, управлять не может. Управлять человеком через какую-то идеологию, через пропаганду, в то время, как человек сотворен уникально, индивидуальностью, личностью, и управлять им никто не может. Итак, смотрите, я хочу читать сейчас вместе с вами Иону, послание Ионы, послание, говорю, книгу пророка Ионы. Книга пророка Ионы. Сегодня мы будем читать некоторые вещи из этой книги. И так, я хочу читать с первой главы, с первой главы книги пророка Ионы. И мы знаем, что Бог обратился к Ионе с определенным призывом. Да, все это помним. И было слово, это первый стих первой главы. Было слово Господня к Ионе, сыну Маффину, «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Я не хочу, знаете, много акцентировать внимание на том, каким был Ион, на его характере. Писание нам не очень много говорит об этом. Но я хочу показать вам, что Бог призвал Иону, пророка Иону, пойти проповедовать в Ниневию. Хочу сразу немножко исторических данных, которые я смог найти, как предполагают некоторые историки, чтобы показать, что представляла собой Ниневия, чтобы вы понимали масштаб Ионы, который, как мы знаем, и сомневался, и может где-то был в страхе, и четвертая глава, или последняя четвертая глава нам раскрывает, что он вообще обиделся на Бога за то, что Бог Ниневию спас. Но вот это Ниневия написано «город великий». И «город великий» не просто было написано, что так, знаете, ну, великий город. Ниневия, по свидетельствам, это вообще была столицей древней Ассирии, имела по подсчетам таким ориентировочным приблизительно 1600 человек. Потому если в четвертой главе мы читаем в конце, там 120 тысяч немогущих отличить правой руки от левой. То есть речь идет, как предполагает богослово, о детях, то есть которые еще младенцы, да? И примерно подсчитывать, что если младенцев было такое количество, то, возможно, количество горожан было около 600 тысяч человек. И историки, которые исследуют как бы древние миры, скажем, древние цивилизации, да? Они говорят, что была ниневитийская стена, не знаю, как правильно по-русски сказать, она представлялась, ну, она была где-то в окружности около 90 километров. Ну, это предположение историков, я не берусь утверждать их правду, но когда Иона ходил, путешествуя по Ниневии, написано, что он в три дня ходил, да? Три дня пути, сколько мог пройти за день. То есть он обходил этот город. То есть этот город был достаточно великий. Я хочу акцентировать ваше внимание здесь не в исторических сводках, а в том, что на этот великий город Бог призывает одного человека. Скажите, если бы подходить с нашей человеческой логикой, если бы мы с вами были Богом, вот неким таким коллективным разумом, да? Я пришел к вам и сказал, дорогие друзья, на земле у нас там такая проблема возникла, Ниневия развратилась, ее надо как-то что-то с ней решать, уже мы готовы ее уничтожить, но знаете, есть шанс, есть возможность послать к ним пророка. Давайте посовещаемся, как это лучше сделать. Я думаю, что большинство из вас бы сказало, слушай, во-первых, не надо посылать одного. Мало ли он по пути споткнулся, ударился головой, получил травму, забыл все или там еще что-то с ним произошло. Ну ладно, мы бы его сохранили. Вдруг он откажется? Давай пошлем туда группу пророков. Группа пророков обойдет город быстрее, шансы выше, надежность и так далее. Давай на всякий случай пошлем Иону и перестрахуемся, еще там пошлем Иону 2, я не знаю, как у них тогда имена были, но к примеру, там еще есть Иона 3, Иона 4, Иона 5, по степени их посвященности, давай так запланируем. Но у Бога подобного не было. Вы скажете, ну возможно мы не знаем Бога, Бог, видите, такая ситуация там, Иона пошел. Куда Иона пошел? Ровно в другую сторону. Иона пошел не в Ниневию, а поплыл в Фарсис. Мало того, Иона был на грани того, что вообще мог бы утонуть. Кажется, Господи, зачем тебе такой неблагонадежный человек? Зачем тебе такой человек, как Иона? Вот утонул, ну и утонул. Ну и слава Богу, как говорится. Поднимай Иону 2, и пусть идет. И можешь ему даже видение показать про первого, напугать. И пусть идет в Ниневию. Бог не меняет людей. Бог не разменивает людей. Бог однажды призвал Иону. Он вложил в него слово. Он вложил в него призвание. Он вложил в него послание. И он сотрудничает с человеком. Я хочу сказать вам, каждому персонально, что если однажды Бог обращался к вам о вашем призвании, если однажды хоть где-то краешком своей души вы слышали, слышали, понимали, соприкасались с Богом, чувствовали, как Бог призывает вас к чему-то, то знайте, что Он продолжает ожидать. Я потом коснусь моментов, когда еще Бог может переменить мысли, но Бог продолжает ожидать. Он не меняет, как перчатки людей. Только потому, что вы какой-то момент, год своей жизни или два года, вы уже по дороге в Фарсис. Вы уже плывете на корабле с язычниками. Вы уже возле этих идольских плясок и песен ходите на протяжении этого пути. И если даже шторм и буря поднялась в вашей жизни, в которой вы понимаете, что Бог вас потрясает, Он все равно не променял вас на другого. Ваше призвание остается за вами. Это ваше право, это ваше привилегия на земле исполнить Божью волю. Быть младенцами, из уст которых Бог устроит хвалу, реализовав свой план. И враг и мститель замолчит. Чем меньше людей идут за своим призванием, тем меньше хвалы отдается Богу. Тем меньше молчания у врага и мстителя, тем больше вражьего голоса звучит. Итак, смотрите. Почему? Очень важный момент. В 9 стихе мы находим книги пророка Ионы. Когда была буря, и корабельщики пристали к Ионе, и там сказали, бросим жребий, жребий пал на Иону, сказали, скажи нам, почему постигла беда? Какое твое занятие? Откуда ты идешь? Где твоя страна? Он говорит, я еврей. Я чту Господа Бога Небес, сотворевшего море и сушу. В то время, когда было идолопоклонство многобожие и так далее, это было очень актуально. Я еврей. И чту Господа Бога. Я чту Господа Бога. Вот это ключевой момент, который Бог видит в человеке, или скажем, на который Бог, как я верю, обращает внимание, когда речь идет о нашем призвании. Я чту Господа Бога своего. Смотрите, буря, которая бушевала по причине вот этой непокорности, она по сути своей даже не отражает еще, как сказать, следовании или не следованию нашему призванию. Буря не отражает. Некоторые люди говорят, знаете, когда вы за Господом следуете, у вас все хорошо. Когда вы не следуете за тем призванием, которое дал Господь, у вас бури, у вас штормы, у вас неудачи в бизнесе, у вас неудачи в семье. Это все ложь. Все это ерунда. Посмотрите, сколько много христиан успешных в делах, успешных, просто потрясающе успешных. В бизнесе, в работе своей простой, в семье, в каких-то отношениях с друзьями, в походах на рыбалку, там, не знаю, в баню, куда-то еще. Они успешны в этом. У них полный, потрясающий успех. Но когда вы спросите им о призвании, а для чего ты в церкви, в теле, Господь, в чем может на тебя положиться, к чему Господь может тебя употребить? Он скажет, ну, я хожу в церковь, я прихожу, я там плачу деньги. Богу не прихождение в церковь, и не деньги нужны. Богу нужна моя воля, направлена на то, к чему он меня приготовил. Моя воля. Это, знаете, вы пригласите день рождения к себе друга. Он придет с мыслью, ой, сегодня футбол, чего я присунулся, чего я приперся. И он сидит, этот торт вас ест, и говорит, ну, когда мы уже закончим, сегодня же футбол. И вы понимаете, что он-то пришел, он торт съел, даже подарок принес. Но приятно ли было вам его приход? Нет. Потому что вы его как бы заставили. И он вам дань отдал, подарок положил, время с вами провел, торт съел, который вы приготовили. И недовольны, что вы задержали его на пару минут, и футбол уже начался, а ушел. И вы чувствуете этот осадок неприятный. Что должен чувствовать Господь? Когда к нему приходят его дети, и смотрят как бы духовно на часы и говорят, ну, давай уже быстрее не мучь нас. Проповедник сегодня невеселый, прославление скучное, там еще что-то забыли. Вот, все. Я свою дань отдал, и я дальше побежал заниматься своими успешными делами. Ему нужна воля, ему нужен интерес. Когда вы приходите на день рождения, и даже не важно, какой вы подарок принесли, и сколько вы того торта съели, или вообще вы на диете. Важно то, что вы проявили внимание к человеку, к которому вы пришли, порадовались, поздравили его, пожелали ему долгих лет, и так далее. Итак, смотрите, я говорю, что буря не показатель. Евангелие от Матфея, 25 глава, переносит нас. Евангелие от Матфея, 25 глава, говорит нам притчу о талантах с 13 стиха. Смотрите, Матфея, 25, с 13-го, говорит нам. Итак, бодрствуйте. Вот самое интересное, с чего начинается это послание от притча о талантах. Итак, чему Иисус это говорит? Бодрствуйте. Бодрствуйте. Что такое бодрствуйте? Бодрствуйте, это не сейчас, когда нам все в порядке, мы хорошо, мы выспались дома, и мы сидим, нам не надо сейчас бодрствовать. Нас не клонит ко сну. Но если я вечером позвоню вам в 12 часов, если вы еще не спите, скажу, бодрствуй, я тебе перезвоню через час. Вы сидите, час ночи, я перезвоню, ну что ты там не спишь еще? Ну я же бодрствую, ты что-то хотел сказать? Бодрствуй еще, я тебе еще перезвоню. И вы сидите, уже у вас глаза слепаются, но вы понимаете, раз он позвонил, что-то важное, что-то важное, что-то важное. И потом я вам звоню через час и говорю, а я уже узнал, что хотел, все, спасибо, ложись спать. Понимаете? То есть вопрос не в том, вопрос в том, смогли ли вы пободрствовать или не смогли. Итак, читаем дальше, 14 стих говорит, почему бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое. Одному дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе, и тот час отправился. И получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие пять. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. И получивший один талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. Под долгом времени, я хочу подчеркнуть, под долгом времени. Очень часто люди говорят, ой, я знаете, я уже год забросил свое призвание, я знаю его, я знаю, к чему Бог мне говорил. Ну, я забросил, я уже год, наверное, Бог уже от меня забрал. Под долгом времени. И то пришло, что не просто хозяин, втихаря Бог взял, втихаря ваше призвание забрал, отдал другому, вы даже не знаете. Господин приходит, и что делает? Требует отчета. Я вам хочу засвидетельствовать просто свое понимание этого момента, что в жизни бывают ключевые вехи, периоды, ключевые периоды жизни, ключевые периоды наших решений. Это не значит, что сегодня вам решить, что есть на обед, пельмени или суп. Это значит, что вам надо принять решение, например, выходить замуж за этого человека или нет, уезжать в другую страну жить или нет, еще там какие-то решения, ехать, не знаю, на миссию или не ехать. То есть ключевые моменты. В эти моменты господин приходит к вам и требует отчета о том, что вы понимаете на дальнейшую свою жизнь, что вы сделали с предыдущим участком жизни. И когда он требует, смотрите, что, 20 стих, подойдя, получивший пять, принес другие пять, показал. Вот господин, я понимал, смотрите, важный момент на мой взгляд, я понимал, что ты вложил в меня. Не просто, знаете, я не знаю свое призвание, я не знаю, чем мне заняться в этой жизни. Если я не знаю, есть тот, кто даст ответ. Я не могу поверить в то, что в теле Христовом мы можем, ну я не знаю, Господи, чем мне заняться. Вот я не знаю, кто я, что я. Есть ответ. И когда я осознаю свои пять талантов, и господин приходит, я могу сказать, да, ты дал мне слово, но я, я был так занят, что я не смог проповедовать. Мне некогда было. Вот пять талантов я закопал. То есть, отчет господину может быть только о том, что мы понимаем, что мы осознаем. И так далее. Он говорит, вот, я приобрел пять, господин, хорошо, добрый, верный раб, и так далее. Перематываем немножко, получивший два, и, смотрите, подошел, получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, день не сеял, собираешь, день не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрылся твой талант в земле, вот тебе твое. На самом деле, если мы рассуждаем над этой историей, мы понимаем, что речь идет о том, что человек знал, он говорит, я знал тебя. Я не могу сказать, почему он сказал, что ты человек жестокий, и так далее, и так далее, но слово знал, это значит, как если бы я, как проповедник, имел от Бога слово, имел побуждение от Духа Божьего, но просто говорил сам в себе, не время, братья не поймут, не пустят, церковь не воспримет, Бог относится, как-то странно, у меня испытания, проблемы, наверное, это не от Него, я знаю, что у меня есть, но я понимаю, что среди всего этого, что у меня есть, есть много вещей, которые противостоят этому, и поэтому я скрыл, и он сделал, попытался то же самое, он попытался скрыть слово, которое в нем, и начались противостояния, начались переживания, начались многие бурь и ветры, но я говорю, что это не показатель, не показатель движения в правильном направлении или неправильном, призвание сокрыто в каждом из нас, кто-то может сказать, ну я же не пророк, я не он, я не пастор, я не призван, у меня нет слова, у меня нет откровения, у меня нет послания, это неправда, но Писание говорит единственную вещь, которую, что каждому дано, но сколько? По-разному. Получивший пять талантов, был как бы богаче от Бога, чем получивший один талант. Но и менее, и пять талантов, и один талант принадлежало одному господину. И если сегодня в твоем сердце есть откровение насчет того, что Бог поставит тебе, например, созидать его церковь, а другой, рядом сидящий, будет поставлен откровение, чтобы созидать веру в своих детях, или, может быть, служить одному бедному престарелому человеку, это ни к коей мере не означает, что один призван, потому что он будет стоять за кафедрой, а другой не призван, потому что тогда дедушку или бабушку, которому ты последнее слово откровения вложишь, и он придет к Господу, никто не знает. И тот призван, и этот призван. И если каждый из них вошел в свой труд, вложил один свой талант и получил прибыль, получил словословие из уст этого престарелого человека, и этот вложил пять талантов, и получилось пять словословий Богу, я образно говорю, и тот, и другой принесли господину с прибылью. Но если тот сказал, ну что этот дедушка мне уже надоел, я думал, что это мое призвание, мне казалось, мне может быть думалось, но у меня много работы, у меня много дел, у меня суеты и куча, у меня сейчас времени на это нету, дедушка, прости, но мне сейчас не до тебя, мне вообще надо учиться сейчас, мне надо такое время, а вот обстоятельства. Вы говорите это не дедушке, вы говорите господину талантов. Вы понимаете, братья и сестры? Мы говорим, нет, не дедушке, помните, Писание говорит, кто подаст кружку воды? Малым сим, кому сделает это? Если вы, говорит, сделали это одному из малых сих, то кому это сделали? Мне, говорит, сделали, Господу. Вы мне это сделали? Господи, тебя там даже не было, как мы могли тебе сделать? Вы сделали это тем, кому я повелел вам сделать. Вы призвание свое исполнили, вы исполнили, даже подав кружку воды, вы исполнили то, к чему я вас призвал. Я призвал. И смотрите, когда мы рассуждаем, продолжаем рассуждать про Иону, Иона ходил по Ниневии, и он пророчествовал им о том, что Ниневия будет разрушена. И они покаялись, они покаялись, они в пепле и в речище. Царь их оделся во вретище, пеплом посыпали, они покаялись. И он огорчился. Он сел под кустом и говорит, я так и знал, что они покаяются. То есть он расстроенный был. Он ожидал, чтобы они, нечестивые люди, погибли, наверное, не знаю. Но Бог обратился к нему, говорит, слушай, Иона. Это четвертая глава в конце. Он вырастил над ним дерево, потом позволил этому дереву умереть. Иона расстроился и просил смерти. Говорит, ты из-за дерева так огорчился, даже до смерти? Иона говорит, да. Я из-за этого дерева даже до смерти огорчился. Он говорит, неужели ты думаешь, что в этом городе, где 120 тысяч, не могут даже от правой руки, от левой, то есть говорится о детях. Не включая там жителей. Неужели я не пощажу их, если они покаялись? То есть если они обратились от своих злых дел, потому что я вижу в них не просто биоматериал, я вижу в них индивидуальность, уникальность творения. И если они обратились, я с радостью принимаю их, потому что они многоценны для меня. Итак, реализация призвания Божьего. Вы знаете, я вот хочу сейчас тоже прочитать одну историю ветхозаветнюю. Когда мы начинаем реализацию этого призвания, почему я говорил, что противостояние или спокойствие, или штиль такой жизни не показатель нашей правоты или неправоты перед Богом. Однозначно, не показатель. Я хочу сейчас вам показать один важный показатель. Я взял ветхозаветнюю историю. Конечно, можно было взять много новозаветних мест, но эта ветхозаветняя история как-то от Духа Божьего легла мне на сердце. И она очень показательна многими прообразами. Исход 17 глава. Многие из вас знают это место. Исход 17 глава. Это очень короткая история. В конце 17 главы мы сейчас прочитаем ее с 8 стиха. «Пришли маликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Название это, конечно, их конек. И дальше читаем 9 стих. «Моисей же сказал Иисусу, Иисусу Навину, да, выбери мужей и пойди сразись с маликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, пошел сразился с маликитянами. Моисей, Аарон и Ор зашли на вершину холма. «Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева эти жалели, и тогда взяли камень, подложили под него. Он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не изложил Иисуса Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши себе в памятную книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амалика из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси. «Ибо сказал он, рука на престоле Господа, и браню Господа против Амалика в род и род. Господь знамя Моё» Иегова Нисси переводится. И мы понимаем, что в этой истории есть для нас очень много важных прообразов. И эти прообразы сейчас я хочу связать именно с тем противостоянием, с которым мы сталкиваемся в своей жизни. С теми противостояниями, с теми трудностями, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни. Это суета наша поглощенность, это болезни какие-то, это какие-то душевные переживания, раны, травмы, это эмоции. Это что-то такое, что у нас опустошение, которое в нашу жизнь приходит. Все это по сути является некой борьбой, неким противостоянием. И я вам хочу сказать, что это противостояние, все вот это, финансовые трудности, какие-то болезни, искушения, испытания, они направлены против одного. Против одной единственной вещи, вашего призвания. Дьявол не боится нас, как людей. Однозначно не боится. Он не боится, он понимает, что Писание много раз говорит, что человек по большому счету, это некий дом. Некое жилище, обитание, в котором может быть либо Духа Божьего, либо, исходя из плотской природы, Духа, не знаю, ну как сказать, демонического, так можно напрямую уже так сказать, очень жестко, да, это люди одержимые, но, либо греховного Духа, греховности. Поэтому дьявол не боится меня, как человека, с моим просто опустошенным сердцем. Вот я, дом, как Писание говорит, выметенный, чистый, но не занятый. Он боится меня, как человека призвания. Смотрите, когда Моисей, Писание говорит, я начну уже некоторые прообразы здесь открывать, смотрите, он говорит, «Я пойди сразись с Амаликом, а я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Жезл – это символ, это очень важный символ, это символ власти, символ призвания, символ того, что человек не просто со своим именем выходит. Вы простой пример до сих пор, наши сотрудники госавтоинспекции выходят с жезлом, как бы вам не было смешно, как бы вам не было удобно, неудобно, но вы понимаете, что именно взмах этим жезлом означает требование его, законные, как говорят, требования сотрудника милиции. То есть требования, основанные на том, что ему дана власть. И когда Моисей вышел на гору, он не просто вышел, «О, вот я Моисей, амалик бойся меня, всякий дух за амаликом стоящим, бойся меня». Он вышел с жезлом, который вручил ему Господь. И таким образом, я просто мысль еще раз хочу подчеркнуть, прежде чем мы более глубоко перейдем к этим прообразам, что мы сталкиваемся с своими переживаниями, с трудностями, и не только тогда, когда движемся на пути к своему призванию, но тогда, когда и не движемся. Трудности – не показатель правильного движения, что мы правильно, молодец ты, брат, ты борешься, поэтому дьявол тебя атакует. Многие попадают в искушение, даже не приблизившись ни на йоту к своему призванию. Потому что дьявол не хочет, чтобы хотя бы когда-либо вы к нему приблизились. Чтобы вы хоть осознали даже то, что вы уникальны в своем призвании, и ваша роль в этом мире никто, кроме вас, не выполнит. Мы видели, я, может, просто не упомянул, что в этой притче о талантах говорится только тогда, когда уже господин взял отчет и сказал, так что ты сделал? Он говорит, я отказываюсь, я закопал, я не хочу делать этого. Он говорит, тогда возьмите у него, отдайте другому. До момента, пока вы сознательно не откажетесь, не скажете, «Господь, меня не интересует твое призвание, меня не интересует вообще в этой жизни что-то вкладывать в тебя, меня не интересует твое богатство, отстань от меня». До того момента призвание вам принадлежит. Никто не может у вас его забрать. Вы сотворены Богом, и Он с вас спрашивает. И вот смотрите, война. Я хочу в этой истории, я просто не буду сейчас там перечитывать, пересказывать. Я хочу показать некоторые пробузы. Вот я первый говорил, что божественное определение вот здесь в руках Моисея, это джезл был, это то, что определило его как лидера, то, что определило его как человека призванного, джезл. Определенное, как сказать, когда мы начнем рассуждать, давайте так, с этой стороны подойдем, когда мы начнем рассуждать об уникальности каждого из нас, мы обнаружим, что мы все неповторимы между собой. То есть у нас нету одинаковости. Например, кто-то может быть очень умный, очень просто умный, не знаю, умнее всех там в этом зале. И можно сказать, вот этот умный человек, он может любую роль исполнить в теле. Но парадокс, у этого очень умного человека, как бы даже знающего философии, знающего все обо всем, может быть элементарно не быть большого сострадания. И это вы никак, никак не привьете ему. Он прочитает книгу, большую книгу о сострадании. Так и будет называться, энциклопедия сострадания. Он ее поймет полностью, глубоко. Он и даже больше, он скажет, я могу написать дополнение к книге о сострадании, да, и толкование к этим двум книгам, еще два тома. Но когда он встретит на улице человека в нужде, он пройдет мимо. Потому что в его голове очень много будет связей, корреляций сострадания с другими функциями человеческой души. И так далее. Он пройдет мимо, потому что в своем уме он не может вот... Бог не вложил в него глубоко, глубочайшего такого сострадания. А другой простой, который половину этой книги не поймет. Определений, корреляций, ничего не сделает, не выведет, не рассчитает сострадания никак. Он будет проходить мимо этого бедного, и у него в сердце все содрогнется. Он остановится, потому что не сможет пройти дальше. Он подойдет, обнимет, я не знаю, и так далее. Потому что у него есть сострадание. И так далее. Когда мы говорим, что мы должны иметь любовь между собой, как вы мне не говорите, мы никогда одинаково, глубоко не сможем любить. Я буду любить так, кто-то будет любить по-другому, а кому-то Бог даст настолько обильную любовь, что он будет даже, знаете, людей, которых он мало знает, мало видел, один раз видел, он будет готов себя душу отдать. И Богу так будет особо ценно. Он скажет, вот этот сосуд любви моей, который может сделать то, что не могут сделать проповедники, служители, именитые люди в церкви, не могут, потому что не призваны, не имеют этого особого внутреннего устройства, только этому человеку, малоизвестному, мало может значимому в церкви. Бог говорит, я вложил свой жезл любви, то есть я его особо устроил, особое устроение дал, и потому и призвал, потому что особо вложил. Есть люди очень, знаете, ответственные. Я встречал таких людей, я знаю несколько таких, несколько, может даже одного-двух максимум, ни одной моей просьбы не осталось как-то проигнорировать. Человек говорит, либо нет, либо если он говорит, да, я знаю, что мне не надо перепроверять, или что-то еще, это да, четкое. Ты просто уверен в этом человеке, как в себе. А знаю других, которому говоришь, не опоздай. Был у нас один брат. Не опоздай, пожалуйста, мы выезжаем уже, нам надо ехать. Всегда опаздывал, всегда. Мы уже даже знали, что он опоздает. Верили просто, что он опоздает, и он опаздывал. Да, не обманывал, честный был. Вы знаете, и потому, когда мы говорим об уникальности каждого из нас, жезл, вот тот, который вложил в нас Господь, у нас у каждого свой, у каждого. Я не могу взять ваш жезл, ваше призвание, какой бы я ни был духовный, я не могу подойти к Сергею и сказать, знаешь, Сергей, ты нам больше не нужен, я буду заниматься, то есть я твою роль в церкви, твое призвание беру на себя. Я могу говорить так сколько угодно, но когда он, мы скажем, ты нам не нужен, мы тебя вышвырим, выписываем, вычеркиваем, все, он ушел, церковь потеряла. Церковь потеряла его роль в теле. Однозначно потеряла. Как бы я ни говорил, братья и сестры, спокойно, я буду делать все, что он делает, я не смогу. У меня есть свой жезл, у него есть свой. И когда Моисей стоял на горе, второй прообраз, что я хочу подчеркнуть, смотрите, Моисей говорит, я стану на холме, а ты выбери мужей и пойди сразись с ними, с Амаликом. Мы вовлечены, я хочу, чтобы вы сейчас эту мысль поняли, братья и сестры, очень хорошо для себя. Мы вовлечены не в саму битву. Мы вовлечены не в битву. Наша битва, по сути дела, это наши, или исход этой битвы, наши проблемы в жизни, ситуации, это наше положение перед Богом. Битва, которая происходит вокруг нас. Я хочу акцентировать ваше внимание сейчас. Финансовые трудности, болезни, что-то еще. Это декорация, это окружение. Мы не в эту битву вовлечены. Мы, Моисей, почему здесь, на мой взгляд, это моя фантазия, можете считать, прообраз того, что битва была внизу, а Моисей стоял на холме. И Писание говорит, когда он поднимал руки, одолевал Израиль. Когда он руки опускал, одолевал Амалик. Кажется, такая взаимосвязь. Ты там на холме просто поднимаешь и опускаешь руки. А здесь внизу, в долине, битва, кровь проливается. На самом деле, я хочу провести параллели. Битва. Вспомните Иова, дружище Иова, который потерял имение детей, потерял физическое здоровье. Но когда был о нем с Богом диалог на небе, что Господь сказал? Возьми декорацию, души его не тронь. Его самого души не тронь. Вот он и сам и есть душа. Вот он сам и есть душа. И битва, это положение мое перед Богом. Вот что определяет исход. Финансовые трудности мои, проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях в семье, проблемы в отношениях с друзьями, с работой и так далее, и так далее. Это не просто битва, в которую должен включиться. Сегодня много семинаров. Как правильно построить отношения. Как правильно сделать. Как правильно начать. как правильно закончить, как правильно середину провести, как правильно то, как успеть, как состояться, как сделать там. Это все хорошие вещи, но когда они нас вовлекают только лишь в это, они втягивают нас в битву, которая нам не принадлежит, которая на самом деле не является битвой. Вся битва это было положение Моисея перед Богом, человека, который имеет призвание Божье, положение перед Богом. И какое положение было, смотрите, когда руки были, когда руки его отяжелели, написано. Ну, мы понимаем, что здесь поднятые руки, это прообраз его обращения к Богу. Я хочу для вас нарисовать такую картину, для себя, когда Моисей стоит на горе, он поднимает руки к Господу, он поднимает этот жезл. Я понимаю, что он обращен к Богу, он обращен к Создателю, он обращен к тому, кто силен дать силу, у кого эта сила есть. И когда он обращен, то победа приходит сама. Мы часто пытаемся исправить свою жизнь, исправить методами, советами, людьми. Я сейчас закончу прообраз поднятых и опущенных рук, и я надеюсь, вы поймете, к чему я это веду. Смотрите, когда руки опускались, когда Моисей опускал этот жезл, когда все было, вот к земле опускались руки, глаза, наверное, опускались, направленность была к тому, что происходит в долине. Он видел смерти, кровь, потери, и снова пытался поднять руки. Но руки тяжелели. Он снова их опускал и так далее. И вот смотрите, какой выход нашелся. 12 стих. «Тогда взяли камень, положили под него, он сел на него, а Аарон и Ор поддерживали руки с одной и с другой стороны». И вот смотрите, руки были подняты до захождения солнца. Смотрите, камень, ну я уже если начал с прообразами, давайте. Камень – это что-то такое неодушевленное, но твердое, на что можно опереться. То, с чем мы не имеем общения, но на что мы можем опереться. Это некие, знаете, фундаментальные принципы, это если уже на нашу жизнь я перевожу, фундаментальные принципы, которые мы можем взять для того, чтобы… Например, отношение к флирту. Кто из вас когда-либо с кем-либо флиртовал? Я не флиртовал, поэтому я с женой Сергей флиртовал, да? Отношение к флирту. Вот смотрите, что Писание говорит по поводу флирта? Нет места такого, флиртующее царство Божие не наследует. Или там «не флиртуйте этого неугодно Господу, неприлично святым». Ничего Писание не говорит, но мы видим результаты. И когда мы понимаем, что в нашу жизнь эти действия приводят в постоянную сумятицу, то я для себя хочу принять решение. Взять этот камень, подложить себе, чтобы твердо сесть на него, не шататься больше, что я не буду флиртовать. И придет проповедник и говорит, ой, братья и сестры, флирт так здорово. Бог так действует через людей. Это вообще благословение огромное. Ты можешь много знакомств, много контактов и так далее, и так далее. Особенно братьям неженатым, шансы повышаются, сестрам и так далее. Я понимаю, что это искушение. Но против этого все очень просто. Есть камень. Не надо размышлять, общения с камнем нет. Он не духотворенный, но он твердый. Если однажды ты себе поставил отношение к алкоголю, что никакого пива, никакого там, не знаю, алкоголя, содержащих этих красных, желтых, синих напитков, никаких там и так далее, и так далее. Вы поставили себе этот камень. Он поддержит вас в духовном вашей жизни. Он позволит вам не колебаться в самых таких базовых вопросах. Это чистота мыслей. То есть в этом камне может быть многие разные вещи, но это твердый принцип, который вы приняли, держитесь, независимо от того, что вам говорят либералы. Вторая вещь, которая была, точнее, два момента. Его руки поддержали с двух сторон. Аарон, священник и Ор. Про Ора вообще мало говорится, да? Это был один из вождей народа. Но я для интереса, знаете, думаю, вот мне интересно уже до конца добить прообразы. Что означает само имя Ор? Я удивился. Открыл буквально энциклопедии. Ор означает белизна, чистота, непорочность. Это был один из вождей израильского народа, ближайший там помощник Моисея. Вот эти два человека, они помогли Моисею устоять в духовном противостоянии, которое заключалось не в том, что он махал мечом с болезнями, бедами, проблемами, трудностями, но в том, чтобы его взгляд был постоянно устремлен на Бога сил. Чтобы его духовное естество было целую жизнь направлено постоянно к Богу. Кстати, там написано, он боролся до Коли, до захождения солнца. Ваши руки, ваша прообраз, ваша душа, направленная к Господу, ваш взгляд духовно обращенный к Богу, должен будет простираться до момента вашей смерти, до захождения солнца. До того, как ваше сердце перестанет биться. Каждую секунду мы должны быть направлены. Так вот, этот Ор и Аарон, это еще два момента, которые позволяют нам в этой духовной реальности одерживать победы. Чистота поддерживает одну руку. Ну, я так образно говорю, чистота, непорочность. Это то, что позволяет нам поддерживать. Чем больше мы позволяем нечистоте погружаться или приходить в нашу жизнь, тем больше мы терпим ущерба. А он приходит не сразу. Попробуйте просто поставить себе за правило очистить свою жизнь максимально. Пусть эта рука поднята будет именно благодаря правилу, что кто-то взялся за нее и держит. То есть очищу свою жизнь максимально. Месяц, два, три, спустя полгода, может быть, но вы увидите плоды. Вы увидите, как в жизни многие проблемы, которые вчера вас еще тревожили. Финансы там, какие-то мелкие болезни, что-то еще. Они отступят просто, отступят. И даже не приблизятся к вам. И с другой стороны его поддерживал Аарон. Аарон был священником. Я бы сказал, что это то, что... И вот в Аарона я вкладываю, это божественное данное человеку на земле. Божественное данное человеку на земле. Это вот это слово, слово Божье. Церковь, общение с Духом Святым, общение с братьями и сестрами. Это Аарон как священник, как символ вот этого представительства Бога на земле. Все, что Богом дано для церкви на земле. Используйте это для того, чтобы... Для чего? Быть направленным своим взором к Богу. Быть своей душой. Это принадлежит, или скажем, церковь, или вот то, что Богом данное на земле. Не для того, чтобы мы просто приходили. О, мы пришли, у нас есть церковь. Хорошо, слава Богу. У нас есть инструменты. Мы отыграли, мы спели прославление. У нас все здорово. Не для того. А для того, чтобы мои руки были простерты к Богу. Чистота Божия. Для того, чтобы я был направлен к Богу. Церковь. Действие Духа Святого. Писание говорит о Духе Святом что? Мы будем потом об этом уже говорить. Все, мы сейчас будем молиться. Мы будем об этом потом говорить. Дух Святой дан для того, чтобы... Он говорит, от моего возьмет и возвестит вам. Он утвердит в вас слова Иисуса Христа. Он утвердит в вас сущность Божию. Призвание ваше откроет. Этот Аарон, который стоит и поддержит руку Моисея, чтобы победа в бытовых вещах, победа вокруг вас принадлежала Израилю. Поэтому, друзья мои, когда мы говорим о призвании, когда мы говорим о трудностях, о противостоянии, я хочу, чтобы важную вещь мы понимали с вами. Что жизненные обстоятельства, это не сама брань. Борьба, по сути, это наша устремленность на Иисуса Христа. Наша обращенность. Душой я к Нему обращен. Ежедневно, каждое мгновение моей жизни, моя душа стремится, устремлена к Нему. Даже тогда, когда я занят работой и что-то делаю, я все равно устремляюсь к Нему. Внутренне, в любое мгновение, когда я только подумаю о Нем, я устремляюсь к Нему. Мне не стыдно перед Ним. Мне не горько, мне не пусто, мне не безразлично. Но я стремлюсь к Нему. Итак, я думаю, что на этом, может быть, мы закончим. И в другой раз мы продолжим уже тогда тело церкви. Но я хочу вот перед нашей молитвой, мы сейчас будем молиться, еще поклоняться Господу, сделать такое определенное резюме. О том, что каждый из нас обладает этой уникальностью. Это не пустые слова. Это не просто, знаете, такое бравада. Каждый уникален. Вы нам ценны. Нам дела до вас нет. Человек может относиться к вам по-разному. Вопрос не в том, есть ли дело даже лично у меня до вас. Есть ли мне интерес к вашей жизни. Это мои личные проблемы и переживания. Самое важное, что есть тот, у кого есть призвание для вас. Вас заложено им самим. Его есть интерес к вам лично. Ни пастыря, ни служитель, ни братьев, сестер, ни друзей ваших. Его, Господний интерес обращен к вам. И вы призваны сделать то, что не может сделать никто другой. Особенно в теле. Если вы не поднимете свой жезл любви, я не смогу его заменить. Если вы не поднимете свой жезл веры, братья и сестры ваши не смогут его заменить. Если вы не поднимете свой жезл милосердия, мудрости, сокрушения, кротости, сострадания, взаимопомощи, если вы не посеете, не начнете изливать в церковь свое призвание, распространять вокруг себя свое призвание, никто этого не сделает. Церковь будет обеднена из-за вашего потерянного таланта. И поэтому, когда мы говорим о том, что нам тяжело, у нас есть проблемы в жизни, у нас есть трудности, у нас есть куча вопросов, которые нам надо решать. Давайте сместим свой фокус с поля брани. Перестанем бегать туда и помогать Израилю. Станем на нашем холме, нашей жизни. И поймем, что нам надо посмотреть не в долину, а посмотреть на небеса, поднять свои руки, найти в себе силы, найти в себе остатки, может быть, сил, взять эти принципы определенные, положить, призвать на помощь это освящение. И вот эти вещи, которые Бог поместил божественные на землю для нас, тело церкви, взаимопомощь, любовь друг к другу, общение Духа Святого, чтобы устремиться своей душой к Нему. Давайте встанем сейчас.